здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы разберем вот этот вот пуловер очень красиво и девчонки чешутся ручки у меня связать его но и на самом деле очень простой вот вы знаете что я выбираю простые модели чтобы могли связать и новички значит модель у нас будет цель навязанная вообще ее можно связать без единого шва я буду так в разложенном формате это комментировать и потом в конце скажу как сделать ее цель навязанной значит привычный нам человечек первым делом мы измеряем длину вот одна мерка у нас он видим на модели он не длинный поэтому контролируем и ширину ширина у нас достаточно такое именно внизу он не не свободен там плюс 5 плюс 7 то есть то есть полуобхват полуобхват бедер возьмем допустим 50 сантиметров плюс 5 7 сантиметров больше не нужно там и вот у нас линия плеча я нарисовала значит от линии плеча мы отмеряем длину которую мы измерили да и здесь у нас ширина плюс 5 7 сантиметров допустим я на примере возьму 55 сантиметров и скажем так у нас 50 сантиметров длина потому что там не длинный он этот пуловер поэтому 50 сантиметров значит далее вяжем сантиметров 15 ровно 15 сантиметров и далее мы делаем вот такой вот финт то есть мы делаем расширение на летучую мышку для этого мы добавляем по одной петле каждом втором ряду в начале в конце ряда ну в лицевом ряду вы добавляете здесь после кромочной здесь перед кромочной изнаночный ряд провязывайте без каких либо изменений сколько раз сейчас мы решим для начала нам нужно определить вот эту вот мы измеряем вообще нашу ширину изделия от локтя до локтя да потому что у нас там достаточно свободная такая модель вот сантиметров значит здесь у меня от центра центр 50 сантиметров и здесь 50 сантиметров это понятно то есть по ширине 50 и 50 теперь что касается ширины рукава ширина рока рукава тоже достаточно широкая вот где-то 20 27 сантиметров вот если примерно я беру 20 сантиметров здесь у меня 15 сантиметров то вот эти вот все добавления у нас должны быть тоже у нас 15 сантиметров вот значит здесь у нас 20 здесь у нас 15 и здесь у нас 15 всего 50 сантиметров длина то есть 15 сантиметров мы вяжем без изменений далее 15 сантиметров мы вяжем добавление делаем потом через 30 сантиметров от начала вязания мы добавляем оставшиеся петли вот сколько нам нужно петель добавить чтобы у нас было 50 сантиметров допустим видите у нас практически здесь тоже самое количество петель которое мы набирали но это в этом примере если вы по плотности вязания вычисляете сколько у вас петель должно быть на 100 сантиметров по итогу и считаете сколько вам нужно добавить одним рядом петель и далее мы вяжем ровным полотном ровным полотном мы вяжем до того момента вот совсем недолго мы вяжем целиком да и разделяем на две половинки и делаем вырез горловины тоже по одной петле сокращаем вот потом что мы делаем далее вот когда мы дошли до плеча то есть у нас 50 сантиметров длину мы сделали вырез горловины далее что касается выреза на спинку его тоже можно сделать вот таким вот образом то есть v-образные в этом пловере его можно сделать круглым по спинке вот понятно его можно оставить ровным это уже на ваше усмотрение как хотите либо если вы делаете ровный то вы добираете то количество петель которое вы закрыли для выреза горловины и вяжите либо делаете вырез такой либо дублируете v-образный вырез сзади оно кстати будет очень красиво с v-образным вырезом и далее повторяйте все то же самое здесь мы сокращаем здесь 15 сантиметров вот такой вот полотно если вы хотите цель навязанной то с этого маме вернее нет хотя видите цель навязанная не получится потому что здесь видите правильно нарисовала Ну, в общем, здесь просто все равно будет срез и придется сшивать Но если хотите, то, конечно, с этой точки можно сделать цель навязанной То есть в каждом ряду, вот как вяжутся носки на двух спицах За кромочную мы цепляем и привязываем вот эти вот детали А потом вот эту часть просто сшить Что у нас там еще есть? У нас там есть такая вот перепоночка связанная Можно ее набрать вот так вот петли и вяжем Здесь вот добавляем, потом убавляем опять же в каждом лицевом ряду по одной петле Вначале и в конце Сначала добавляем, потом убавляем Я так понимаю, рядов 6 до вот этого угла И 6 всего из 12 рядов будет как раз хорошая вот эта вот перепонка Которую вы потом пуговицами закрепите здесь Вот так вот И все, девчонки Вот такой вот простой топ, но очень такой эффектный Но он эффектный за счет пряжи Вот я вам просто приготовила показать Вы ее, конечно, не купите Это экспериментальная какая-то пряжа Опять же из этой фирмы, из Чехии Она, видите, вывязана как-то Но она, почему я ее взяла Вот, кстати, у меня есть ее 500 граммов Если хотите, мы можем этот пуловер связать И в вязке она вот смотрите какая Она вот ее одеваешь и она обвисает Обвисает, вот красиво обвисает Я даже не знаю, как вам объяснить Вот как вам объяснить вот это все дело Ну, правда, красиво обвисает Вот, поэтому Вот смотрите, девчонки И при том она на теле, она прохладная Вот правда Кстати, у меня уже и этикеток нет Я даже не знаю И на сайте ее уже нет Вот выбирайте вот такую Спрашивайте у продавцов Выбирайте такую пряжу Которая будет тело охлаждать на лето Будет обвисать Не будет колом стоять Вот, будет такая О, шелк, шелк, девчонки Должен быть в составе шелк Вот, чтобы он такой вот Бышелковистый был обвисающий Все, девчоночки На сегодня все С вами была Вика из Школы Рукоделия Всем пока-пока